всем привет с вами алина дизайнер интерьера ранее мы с вами обсуждали ошибки в ремонте которые касаются электрики и сантехники сегодня вторая часть и мы обсудим самые популярные ошибки общие которые можно совершить итак начнем непродуманное открывание дверей может легко подпортить комфорт вашей жизни всегда думайте об этом так чтобы двери не мешали путям его эвакуации чтобы они не мешали открыванию шкафов полочек и всегда продумайте что будет располагаться рядом с дверями будто крючки и зеркала бра панно всегда об этом думайте вторая популярная ошибка это непродуманное хранение бытовых принадлежностей казалось бы мелочь но такая вещь как тряпки швабры гладильные доски могут легко испортить внешний вид поэтому обязательно продумайте заранее где они будут располагаться следующий пункт это мебель расставленная по периметру нет ничего более скучного чем мебель которая расставлена вдоль всех четырех стен поэтому проявляйте изобретательность возможно если у вас есть общая гостиная со столовой зоной можно поставить диван по центру к нему к спинке приставить столовую или обеденную зону это уже будет интереснее идем далее при планировании спальни гардеробные ванны всегда продумайте их расположение взаимосвязано так чтобы они располагались рядышком друг с другом это функционально и очень удобно следующий момент это гидроизоляция пола в ванной если вы не хотите затопить соседей обязательно покройте влагостойким материалом пол и стены вокруг ванной ну а если вы все-таки хотите познакомиться со своими соседями есть менее затратный способ следующий пункт очень важен и он не потерпит ошибок это нарушение конструктива здания и перенос мокрых зон даже такое понятие как свободная планировка не дает разрешение на то чтобы переносить кухню и санузел не предусмотренное для этого места следующий пункт это продуманное функциональное эстетическое назначение стены заранее продумайте что у вас будет располагаться на этой стене обои декоративная штукатурка что из мебели будет располагаться возле этой стены будь то кухня шкафы телевизор полка подвесная еще о чем-нибудь потому как каждый отделочный материал требуют от себя специальной подготовки по довольствия нужно готовить по одному принципу под покраску по другому что касается мебели если у вас допустим в общем помещении находится красивая дорогая декоративная штукатурка и в этом же помещении расположен шкаф купе не стоит эту же декоративную штукатурку заводить вовнутрь шкафа там можно просто покрасить то же самое касается кухни нету смысла заводить дорогие отделочные материалы за кухонные шкафчики там есть смысл просто покрасить стену готовить в общем идеально нету смысла то есть вкладывать в этом шпатлевку тоже выравнивание стены вообще нету смысла ну что когда ты выравниваешь стену да ты платишь за метр квадратный работы мастера правильно каждый причем за каждый слой нанесение то есть какой смысл переплачивать деньги следующие четыре пункта будут касаться оформления кухни советую вам предусмотреть расположение гофры для вытяжки это немаловажная вещь которая может легко испортить общий вид кухни поэтому предусмотрите заранее куда ее расположить куда и спрятать это может быть гипсокартоновый короб либо кухонные шкафчики следующий момент о котором часто не знают это то что плитка на фартук кухне устанавливается после самого кухонного гарнитура с рабочей поверхностью так мы предупредим попадание влаги в стык между кухонной поверхностью и фартуком и сделаем этот шов более эстетически привлекательным задекорировав его обычным силиконом то же самое касается и установки ванны сначала мы монтируем непосредственно чашу и после этого мы укладываем плитку на стены тем самым делаем красивый шов между ванной и плиткой следующий момент на который я хочу обратить внимание это непродуманное оформление торцов кухни такие вещи очень сильно портят и дешевят общий вид этот вопрос можно решить несколькими способами мы можем смонтировать гипсокартоновый перегородок которому будет примыкать торец кухни тем самым сымитировать простенок либо мы можем предусмотреть какие-то более дорогие и интересные материалы для торца кухни а гипсокартон то есть просто поставить вот этот это стенка будет просто который будет примыкать кухня понимаешь то есть дошить стенку чтобы к ней примыкала кухня и поэтому и тогда у нас торец кухни не будут просматриваться вообще быть спрятан знаешь есть такой вариант когда делают полочки давно но они не закругленные они просто в торце они прямые полки но именно в торце кухни а вот это классно смотрится вещь а когда не закругленные может быть только в классическом каком-то интерьере было бы гармонично но вообще лучше не делать и последний пункт на сегодня это хранение кухонной утвари так как вы знаете сколько у вас кастрюль вилок ложек тарелок и тому подобное вы заранее можете предусмотреть что и где будет лежать поэтому при заказе кухни обязательно обдумайте эти моменты вам нужно знать размеры кухонных шкафчиков их открывание будет это выдвижное открывание или распашное открывание и количество этих шкафчиков это очень сильно облегчит вам жизнь и превратить готовку в удовольствие на этом у меня все спасибо что были с нами ваш лайк будет для нас поддержкой заранее продумайте вот это фишка просто непродуманное хранение заранее продумывать это не видно